Медиа-группа «Авангард» представляет Коллеги, добрый день! Большое спасибо организаторам данного форума за приглашение, за представление возможности выступить. В своем докладе я расскажу о проделанной работе и планируемых мероприятиях федеральным казначейством по реализации функций ГОСУЦ. Итак, центральным звеном удостоверяющего центра является, конечно же, информационная система, одноименная информационная система из УЦ. Она состоит из трех основных блоков. Портал заявителя, как мы его называем, фронт-офис, в котором работают наши клиенты, направляют запросы на сертификаты. По системе введения реестра сертификатов, в которой работают наши операторы, это бэк-офис. Ну и, конечно, сертифицированный центр сертификации. Необходимость создания информационной системы прямо следовала из-за изменений, которые были приняты 445-м федеральным законом, когда штатное сертифицированное средство УЦ из коробки уже просто не могло обеспечивать все требования, которые нам предъявляло законодательство. То же самое и взаимодействие, например, со СМЭВом. Удостеряющим центру федерального казначейства в этом году исполнилось 15 лет. На протяжении всего этого срока мы обеспечиваем квалифицированными сертификатами органы государственной власти, местного самоуправления, также не участников бюджетного процесса. Это такие, как юрлицы, крестьянские, фермерские ходества, которые находятся на казначейском сопровождении, а также организации, у которых открыты лицевые счета в территориальных органах федерального казначейства. Немного по этому слайду хочется сказать, что в 2017 году начались работы и была создана первая подсистема ВРС, в которой работают наши операторы. Центр сертификации переехал много знаков. В 2018 году были проведены работы по переходу на подчиненный сертификат, полученный от Минкомсвязи. В 2018 году был создан портал заявителя онлайн-сервис, который автоматизировал процесс формирования запросов на сертификат формирования заявлений и направление заявлений в удостеряющий центр. В 2018 году мы также, как и все, перешли на ГОСТ-2012 и в 2019 году начали создание сертификатов. В 2019 году портал заявителя был доработан в части усовершенствования проверок СМЭФ, которые в настоящее время у нас проходят в автоматическом режиме. Как только пользователь направил заявление, автоматически направляются сведения в СМЭФ. До этого у нас были эти сведения, направлялись на проверки, как оператор проверили необходимые документы. Но это долго, это действительно сейчас время сокращено, нам кажется, просто до минимума. И в 2020 году здесь описаны те работы, которые уже проведены, например, оптимизация комплекта документов и те, которые планируются. Это расширение списка поддерживаемых браузеров. То есть все мы знаем, что не так велико браузеров, которые поддерживают ГОСТовый ТЛС. То есть в этом году мы обеспечим поддержку всех браузеров, начиная от Хромиум ГОСТ, заканчивая спутником, которые поддерживают ГОСТовый ТЛС. Также в этом году у нас эта работа уже проведена. Все мощности из СОД ГОСТа были переведены в новый СОД Федерального казначейства, который находится в городе Дубна. На данном слайде представлены основные результаты деятельности за 2018 год. Что хотелось бы отметить, точки выдачи представлены в каждом субъекте Федерации, всего их около 1800, более 4000 операторов, те, кто непосредственно осуществляет выдачу сертификатов, идентификацию заявителей. По состоянию на конец 2019 года было действующих 756 тысяч сертификатов. В сравнении с 2020 годом мы наблюдаем увеличение количества действующих сертификатов до 810 тысяч. Что хотелось бы здесь отметить. Портал заявителя предоставляет нашим пользователям возможность направления заявлений в электронном виде. Как говорится, сегодня неоднократно про это говорили, удаленная идентификация на основании действующего сертификата, действующей электронной подписи. И в настоящее время более 99% наших клиентов осуществляют плановую смену без посещения территориального органа. То есть все заявления направляются в электронном виде. Еще раз подчеркну то, что это именно действующие сертификаты, те клиенты, которые ранее прошли идентификацию личности. Новые клиенты, вот на слайде это представлено, с начала года с посещением УЦ получено более 132 тысяч сертификатов. Не буду останавливаться на статистике. Обращу внимание на то, что нами создана информационная витрина со статистикой, которая размещена в сети интернет. Она вообще доступна, она уже не за ГАСТовым ТЛС. Ее можно набрать в браузере stat.fzs.roskazna.gov.ru. Такая длинная ссылка. И посмотреть просто в режиме онлайн о количестве действующих сертификатов, сколько было подано запросов. То есть этот сервис мы создавали специально для руководства, чтобы всегда можно было получать актуальную статистику. В текущем году был издан приказ, которым утвержден порядок реализации функций удостоверяющим центром, который получил номер 11Н. То есть это не внутренний документ, это нормативный правовой акт, который прошел регистрацию в Минюсте. Он был разработан в соответствии с требованиями к порядку реализации функций, утвержденных 397-м приказом Минкомсвязи России. Вот Роман Валерьевич сегодня говорил, коллеги, этот документ опубликован на праву ГОФРУ на нашем официальном сайте, то есть его не проблема найти в консультанте. Он именно был подготовлен полностью по структуре 397-го приказа. Как я уже сказал, прошел регистрацию в Минюсте, не с первого раза прошел, это видно хотя бы по его дате, и когда получен регистрационный штамп, но со второй попытки Минюст нам его зарегистрировал. То есть в настоящее время мы работаем по этому документу. Еще обращу внимание, что 397-й приказ Минкомсвязи в соответствии с постановлением правительства 1169 в конце текущего года утрачивает силу. Это было сделано в рамках регуляторной гильотины, и мы ждем от коллег из Минкомсвязи новый. Он получил номер 363 приказ, в котором будут утверждены новые требования уже к порядку реализации функции, с учетом тех изменений, которые внесены в федеральный закон, хотя бы в части дистанционной удаленной подписи. Коротко пройдусь по основным шагам, которые нужно пройти пользователю для получения сертификата. То есть на первом этапе пользователь на своем армии формирует запрос, на сертификат формирует заявление, прикладывая документ, подтверждающий его полномочия, сведения автоматически направляются в СМЭФ. По результатам успешной проверки оператор удостоверяющего центра рассматривает данный запрос, если все нормально, то приглашает пользователя для идентификации. Пользователь приходит с паспортом, с оригиналом заявления, с оригиналом документа, подтверждающего правомочия, проходит идентификацию личности и создание сертификата. По итогу пользователь получает сертификат, расписывается в печатной форме и также получает руководство по обеспечению безопасности. На следующем слайде представлена плановая смена сертификата, то есть она немножко проще, потому что пользователь уже не приходит в удостоверяющий центр, идентификация происходит удаленно. Теперь переходим к новым полномочиям, которые частично вступили в силу с 1 июля 2020 года, по которому федеральное казначейство, федеральные налогослужбы и ЦБ отнесены к госуце, аккредитованы в силу закона. До этого мы два раза проходили государственную аккредитацию по 63 ФЗ, соответственно, в 2013-2018 годах. Полностью наши полномочия определены частью 3 статьи 17.2 и статьей 17.4. Статью я не буду повторять. Скажу, что плановую мощность, которую мы планируем по итогам вступления в силу этих статей, а вступают они в силу с 1 января 2022 года, 5 миллионов сертификатов в год. То есть это максимальная расчетная численность госслужащих, их подведомственных организаций. То есть мы сами рассчитали эту сумму на основании данных Росстата по максимальному количеству работников как в госучреждениях, так и их подведах. Также полномочия определены новым постановлением правительства 10.18, который также вступает в силу с 1 января 2022 года. То есть это первый документ среди всех подзаконных актов 476 ФЗ, который принят. Немножко подробнее про нормативные правовые акты. То есть их количество представлено на слайде. Мы рассчитали, что их 27 документов. Есть тоже табличка, если нужно, более подробно могу сказать с их наименованиями. То есть 10 постановлений правительства, одно постановление принято, 9 приказов Минкомсвязи, 5 приказов ФСБ и по одному приказу от каждого государственного УЦ. Также полномочия будут определены с 2022 года новым нормативно-правовым актом, который мы напишем на основании нового приказа Минкомсвязи, который утвердит требования КУЦ. Соответственно, вступившими в силу, еще не вступившими, а принятыми изменениями в федеральный закон, мы обеспечиваем квалифицированными сертификатами государственной должности Российской Федерации, государственной должности субъектов Российской Федерации, должностных лиц государственных органов, должностных лиц органов местного самоуправления, а также подвеностных организаций. В соответствии с постановлением правительства, Мы осуществляем обеспечение сертификатами с 1 января 2022 года некоммерческие организации, такие как госкорпорации, госкомпании, госучреждения и муниципальные учреждения, а также коммерческие организации, подлежащие казначейскому сопровождению. Про реализацию функций. Как мы это планируем делать? Планируем реализовывать следующим способом. Это, конечно, через территориальные органы, то есть эта база у нас уже действует. Планируем через доверенные лица, то есть это юридические лица, которые в соответствии с соглашениями будут наделены полномочиями по идентификации заявителями, а также вручению сертификатов. Планируется создание специализированного центра ввиду большого объема сертификатов, которые будут осуществлять только плановую смену сертификатов без посещения. И также планируем привлечение многофункциональных центров в качестве дополнительных точек выдачи, которые также будут наделяться полномочиями доверенного лица. Письмом Департамента обеспечения качества предоставления госуслуг Минэкономразвития от 6 августа 2020 года мы официально проинформированы о включении госуслуги по выдаче квалифицированных сертификатов в перечень госуслуг и госфункций. То есть в настоящее время мы готовим проект административного регламента по оказанию соответствующей государственной услуги. Про пилотное взаимодействие с доверенными лицами. Оно у нас уже началось. То есть мы заключили соглашение с счетной палатой и коллеги, работая в нашей информационной системе, отшляя идентификацию своих работников и вручение сертификатов, полностью в соответствии с соглашением исполняют функции доверенного лица. Планируется также заключение соглашения на этапе пилота с другими государственными органами, которые представлены на слайде. Про работу доверенного лица. Схема представлена на слайде. То есть это схема, которая была нами отработана по результатам взаимодействия с счетной палатой. То есть сотрудник организации через портал заявителя формирует запрос, направляет заявление, автоматически проходит проверки СМЭФ, после чего запрос уже поступает оператору доверенного лица, который проверяет документы и приглашает его для идентификации личности. По результатам этого сведения направляются на четвертом этапе в территориальный орган. Территориальный орган осуществляет создание сертификата, то есть доверенное лицо осуществляет только вручение сертификатов, то есть создание ни в коем случае. То есть эту функцию доверенным лицам никто не передавал, и законодательством это не предусмотрено. То есть на уровне территориального органа осуществляется создание сертификатов, после чего оператор доверенного лица, распечатывая печатную форму из сертификата в нашей системе, опять приглашает своего сотрудника, осуществляет вручение ему сертификата как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Ну и также вручается руководство по обеспечению безопасности. То есть вот по итогам пилота первая проблема, которая нам, ну она в принципе единственная, которая была, которую нам сказали коллеги из счетной палаты, очень долго осуществляют проверки СМЭФ. Здесь, к сожалению, мы никак не можем повлиять. И на следующем слайде какие предложения? Уважаемые организаторы просили добавить в презентацию предложения. Ну вот начну с последнего слайда. То есть в настоящее время в соответствии с 210-м федеральным законом проверки, межведомственный запрос может рассматриваться до пяти суток. То есть мы полагаем, что в настоящее время в условиях развития цифровой экономики, ну пять суток это очень много. То есть нужно сокращать сроки, ну хотя бы до одного дня. Потому что когда сервис СМЭФ не отвечает по два-три дня, ну и люди не могут получить сертификаты, нам кажется это очень важно. Еще какие можно внести предложения в декларацию. То есть в федеральном законе до сих пор есть эта норма, использование ключа без согласия. Что это опять за согласие? Мы читали и судебную практику, ответственность за ключ все равно несет владелец. Есть согласие, нет согласия. Опять в каком виде оно дано? Бумажно, материально заверенное. Поэтому хотелось бы, чтобы в федеральный закон 63 ФЗ были внесены изменения в части запрета ключа электронной подписи иными лицами, как это ранее было в 1 ФЗ АБЦП. В федеральный закон внесены изменения в части административной, а также уголовной ответственности удостоверяющих центров и доверенных лиц. При этом отсутствует ответственность владельцев за нарушение конфиденциальности ключей, за использование чужих ключей. Хотелось бы, чтобы, может тоже дискуссионная тема, но хотелось ее озвучить, чтобы в КУАП также были внесены изменения в части ответственности владельца квалифицированных сертификатов за сохранность своих ключей. Все, коллеги, надеюсь, я уложился в тайминг. Спасибо за внимание. Подписывайся на наш телеграм-канал. Спасибо, Евгений. Небольшой буквально вопрос. У вас очень крупный удостоверяющий центр, потому что количество чиновников и тех, кого вы обеспечиваете подписью, сильно велико и от года к году растет. Можете поделиться опытом, как вы справились с задачей, как аккредитован удостоверяющий центр, выпуска на три месяца, бесплатных сертификатов в масштабах вашей аудитории? Ну вот, с учетом того, что мы и так выдаем сертификаты бесплатно, у нас как таковой… Не про бесплатные встречи, а именно про выпуск на три месяца. Да, мы понимаем. Но мы писали запрос регулятору, получили ответ, что если ваше средство удостоверяющего центра не позволяет создавать эти сертификаты, оно не позволяет, я не знаю, какое средство удостоверяющего центра позволяет создавать такие сертификаты. Спасибо. Соответственно, но я скажу, что плановую смену без посещения мы выполнили. И хоть было письмо регулятора, в котором указывалось, что можно начать там идентификацию и плановую смену без посещения раньше там нормы, которые вступают в силу. Соответственно, этот функционал был реализован. Как я сказал, сейчас вот 99% наших клиентов получают сертификаты без посещения. Спасибо большое, ответ понятен. Спасибо. Спасибо. Спасибо.